Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Соня. Я таролог из Лондона. Сегодня я делаю расклад для канала Светлана Веда и буду работать на Таро Тёмных Откровений. Авторская колода Светлана Борисова, которая стала моей любимой и прекрасно и замечательно работает. Так что всем рекомендую. Покупайте и не пожалеете, работайте. А сегодня этот расклад будет на какие подарки вам приготовили свыше. Ваш ангел или ваш ангел-хранитель или ваш род, сам Господь, ну, свыше вам будут подарки. Это я точно знаю. И сейчас загадываем. Четыре варианта будут на розовый зайчик, синий зайчик, жёлтенький или зелёный. Или на позиции 1, 2, 3, 4. Нельзя вымешивать... Как сказать? Извините, я подзапуталась немножко. Вы, значит, так, выбираем или по цифра 1, 2, 3, 4, или по цвет 1, 2, 3, 4. Но если я вытащу вот жёлтый, например, захочу первый, вы ждите второй, если цифру выбрали. А если выбрали цвет, следите за свой цвет. Понятно, да? Понятно. Ну, хорошо. Сейчас начинаю с... Значит, первая позиция, вторая, третья, четвёртая. Это цифры. А цвет, он не соответствует цифрами, да? Не связываем. Зелёный, жёлтый, синий, розовый. Выбираем или цвет, или цифра. Вот. Чтоб не запутывались. Зелёненький. И это будет первый расклад, да? Первая позиция. Какие подарки ожидать? Ну, сразу говорю, шестёрка Пентакли относится к финансии. Ну, конечно, можно ожидать не валюта, не деньги напрямую, а подарок, который вам как раз нужен в данный момент. И... Или действительно вам окажут финансовая, материальная помощь. Ещё хочу посмотреть. Когда это будет? Очень скоро. Туз говорит о прорыв, о начало, о движении вперёд. Вот, вот, задвижется что-то у вас, какое-то движение произойдёт, и получите, в связи с этим движением, получите помощь. Это замечательно, я так думаю. Зелёненькие. Кто выбрал зелёный? А сейчас уже идём на жёлтенький. И это у нас вторая позиция. Кто выбрал число два, смотрите, это ваш вариант. А кто выбрал жёлтый, тоже. Какие подарки Вселенной Высшей вам приготовили? Слыши. Что к вам? Идёт уже вот-вот. Мужчина, я думаю, ой-ой-ой, не только мужчина, но и с прошлого. Вы знаете этого мужчина. Идёт к вам и идёт с любовью. Король Меджей. Это мужчина-интеллектуалец, который работает с умом, учёный, скажем, с интеллектом, ну, компьютерщик, например, да, или с словом, ну, говорит. Да, вот его работа связана с микрофоном. Да, ну, конечно, не только микрофон, а просто, чтобы знали. Это очень аналитичный ум, склад ума, аналитичный склад ума. И очень упорядоченно всё у него. Прямо так по полочке всё ставит, да, вот такой тип человека. Я обрисовываю его. И ещё выглядит холодный, да. Он не такой тёплый, чтобы показывал свои чувства слишком, ну, сдержанный, да, вот слово, сдержанный человек. Но умный, очень умный человек к вам идёт. И идёт очень скоро, шестёрка кубки, и идёт большая любовь. Приносит вам вот такое послание. Жёлтенький. Ожидайте, готовьтесь. Третий. Это кто выбрал цифра три? И вот будете синий зайчик. Или синий зайчик. Какой подарок вам приготовила Вселенная? Увидим сейчас, какие подарки. Так. Вот, 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 вот. Скоро. Ну. Как, как возможно, столько раз тусовала, как у первого варианта. Вы что, первый перешли на третий, ещё два раза выбрали, да? Кто-то. Не хитрите. Шучу. Можете выбирать все варианты, если хотите. Честно, честно, можете. Потому что есть такие, некоторые из вас спрашивали, а могу ли я и тот, и тот вариант. Конечно, можете. Слушайте свою интуицию, своё сердце. Если тянет, выбирайте. Так. Возможно, потому что никто, нигде не сказано, что только один подарок у вас будет. Возможно, у вас идут больше подарки, да? Значит, так, у вас помощь тоже финансовая, материальная помощь здесь. Прекрасная карта. И там стуз посоха, вот здесь стуз мечи. Значит, начало, это начало связано с, вот, например, вы решили стать блогером, да? Говорить людям, донести до людей. Или писать что-то. Что-то связано, опять-таки, с воздуха. С технической воздухом, она связана с головой. Ум, интеллект, разговоры и так далее. Так что, вот, начало здесь, уже на подходе. Что-то начинается. И в этом вам помогут. Вы сами знаете, что вы собрались. О, ещё и император. Ну, успех вам гарантирован здесь. Значит, так. Откладываем. И розовенький, розовый зайчик. Кто выбрал? Кто выбрал розовый зайчик? Уже четвёртый вышел. Так. Какие подарки у вас? Какие подарочки? С чем вас обрадуют? Да нет. Я не знаю. У вас на глаза это происходит. Но опять-таки, финансовая помощь. И вообще вам помогут. Помощь к вам идёт. Ой, дорогие мои. Ой, 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 ой. Четвёртый. Кто выбрал вот этот красавчик розовый? Карта Солнце говорит. А успех, счастье, радость, плодородие, семья. Просто шикарная карта. Вам помогут создания семьи. Тот, кто долгое время был в ожидании, ждал. Вот-вот. У вас будет семья. Будете создавать здесь. Или ваши мечты и планы сбудутся. Но больше мне идёт... Давайте ещё одна карта. На создание семьи. Ну, конечно, наверняка не все. Так что давайте видим, что ещё будет. А, флюгер. Значит, вам помогут отжечь порч. Вот, у некоторых из вас, вот говорю, здесь был поток шоу, что будет создание семьи. А здесь будет отжигание. Солнце, оно отжигает всё. Это огонь. Большой огонь, да? И, в принципе, эта карта всегда, когда появляется, весь негатив уходит на ноль. Так говорят, энергетики такие. Значит, вам кто-то поможет свыше на отжигании порчи. Потому что флюгер – это карта порчи. Всё, и освободитесь. И всё у вас будет шикарно. Вот, вот, на дне сидит этот товарищ дьявол и флюгер. Некоторые из вас были порчей. Вот сейчас вы освободитесь. В этом выше, свыше ваш ангел поможет. Через кем-то, конечно. Ну, можете и сами что-то делать, я не знаю. Ну, вот так выходит. И это уже прекрасная новость. Потому что после этого ожидается, что у вас всё пойдёт по-разному. Ну, я надеюсь, что вам расклад понравился. И надеюсь, что резонирует. Буду ожидать пальчики вверх и комментарии. Пока-пока.